Футбольный клуб «Авангард» существует с 80-х годов прошлого столетия, но уже почти четверть века командой никто не занимается. И в 2017-м жители поселка стали очевидцами Большого Возрождения, инициированного несколькими ребятами, которые очень любят футбол. Правда, не обошлось без сложностей. Футболисты из «Авангарда» не могли принять участие даже в городском турнире. Не было инвентаря. В нашей команде играет три участника боевых действий. Сколько мы не пытались, не стучались по кабинетам по поводу финансирования нашей команды, нашего селыща, ну очень трудно. Мы собрались с коллективом, у нас есть очень много однодумцев, у нас есть помощь. На основании этого всего у нас есть просто почва под ногами. И мы будем в следующем сезоне, через 20 сезонов мы все равно станем чемпионами. То есть у нас одна цель – стать чемпионами. Под свою опеку спортсменам взяла команда Константина Усова. Депутат Центрального городского райсовета Андрей Кушнир помог футболистам привести в порядок поле и даже закупил для команды весь необходимый инвентарь. Попросила помочь именно формами, сетками для ворот, футбольными мячами. У них своего ничего не было. Когда прозвучали эти слова, команда Константина Глебовича все сделала для того, чтобы сегодня мы видели и формы, и мячи, и забитые голы этой команды. Сетки, мячи и форма. Спустя месяц футболисты уже могут принимать участие в городских и даже областных чемпионатах. За достаточно короткий период времени нам удалось привести до ладу захищенное за Рошебурьяном поле. И сегодня хлопцы из футбольной команды «Авангард» бегают в новой форме и уже достигают успехов, забывая голы. То есть очень приятно, что вместе мы можем построить наше европейское место, европейский Кривый Ред. В этот же день с возрожденным «Авангардом» сразились их соседи – футболисты из поселка Лозавадка. Хозяева открыли счет первыми, но вскоре гости отыгрались. Посмотреть захватывающий матч пришли около 200 местных жителей. Поединок завершился боевой ничьей со счетом 3-3. Но это только начало спортивного пути. Олег Ермолинский, Николай Нечипуренко. Первый городской.